Добрый вечер! Каковы результаты? Ну вот достаточно интересная ситуация возникла, в общем-то, ожидаемая и прогнозируемая. Если во время моего первого визита в Киев мне порекомендовала принимающая сторона уделить внимание изучению ситуации в Крыму по самым различным параметрам и аспектам, то сегодня какие-то мои предложения уже получили резонанс, который выразился в частности в реакции представителя президента Украины в Крыму и его мнение о том, что необходима встреча по озвучиванию моих предложений и дальнейшему их развитию на уровне Киева, на уровне администрации президента Украины. О каких предложениях идет речь? Прежде всего, основной задачей было изучение состояния мироэтнических взаимоотношений в Крыму. Это краеугольный камень, который в глазах европейца, израильтянина, американца определяет регион как безопасный. Соответственно, открывает двери для инвестиций, для туризма, для самых различных направлений сотрудничества. Вот на протяжении достаточно длительного периода, почти три месяца, я занимался этим вплотную. Проводил изучение на самых различных срезах, в самых различных регионах. И выводы, которые получены, позволяют, в общем-то, констатировать с максимально вероятной степенью и ответственности за выводы и гарантии, то, что на территории Автономной Республики Крым явления межэтнического экстремизма отсутствуют. Израильская методология, как ее можно проецировать все-таки на Крым? Ведь Крым мультиязычный, Израиль мультиязычный, Крым многонациональный и Израиль. Прибыл президент Израиля Шимон Перес, нашел с президентом Украины Виктором Минуковичем очень много точек соприкосновения. Разрабатываются стратегии взаимодействия в самых разных направлениях. Израиль практически единственная страна, скажем так, эмигрантского пространства, репатрианского пространства, где направлено на государственном уровне разрабатываются программы для репатриантов, в том числе для выходцев из стран СССР и постсоветского пространства. Эти программы разрабатывались и в то время, когда в России, на Украине и в других странах не уделялось внимания подобным направлениям. Не потому что не было желания, а потому что была иная ситуация, в том числе и финансовая, и были другие приоритеты. Сегодня, когда в Украине возникла ситуация, которую можно определить как стабильная, безусловно, израильские методологии с тем же мультиязычным контингентом, с тем же русско-говорящим контингентом, которые при желании можно адаптировать и переводить на украинский язык, на государственный язык Украины, они вполне пригодны. Это методологии и профессиональной ориентации, это методологии и жизненной ориентации, и этнической толерантности. Они все имеют в себе общую квинтэссенцию, общий корень. Эти все методологии ориентируют молодого человека, я имею в виду возрастной ареал от 13 до 30 лет, ориентируют на социально полезную деятельность в рамках приобретенных каких-то специфических навыков, на выявление их, на дальнейшее развитие позитива. Это такие методологии, которые ориентируют личность на дальнейшую позитивную деятельность в интересах своего государства, в интересах с пониманием мироэтнических отношений, с пониманием того, что нормальная и плодотворная деятельность возможна только в режиме добрососедства, добросердечия и, естественно, взаимоуважения. Насколько успешно эти методологии внедрены в Израиль и, как вы думаете, какой у них путь в Крыму? Интересная ситуация сложилась у нас в Израиле. Когда мы начали проект «Успешное будущее», когда он еще не был международным, а был внутриизраильским, мы начали развивать направление жизненной профессиональной ориентации в израильских школах и развивали его с русскоговорящим контингентом. И вот израильские израильтяне, коренные израильтяне, мамы, папы и бабушки, стали писать письма директорам школ, а почему у нас такого нету. И мы переключились на билингва, то есть мы стали работать и на русском языке, и на иврите. И вот такое вот объединение, оно дало возможность охватить гораздо более широкий спектр, контингент, соответственно, разработать выводы и применять их уже на, скажем так, специфики других стран. Например, для Украины. Ну, в чем проблема применять израильскую методологию, к примеру, профориентации в Украине? Ее необходимо адаптировать в местные специфики. Чтобы человеческий фактор не сыграл зловещую роль. Абсолютно верно. К спектру специальностей, к примеру, если мы говорим о этом направлении. И внедрять. Это не стоит денег на развитие, не стоит денег на адаптацию. Нет необходимости развивать тесты и тренинги. Оно все готово и скомпонованно. Адаптировать и применять. Вот такой вот подарок Израиля, Украине и Крыму. Если в Крыму, то, что касается межэтнической ситуации, у нас все спокойно. В России прошла очередная волна межэтнических столкновений. Почему в Крыму тихо? Как вы думаете, как международный эксперт? Вы знаете, Катя, надо отдать должное. Россия не стесняется озвучивать свои недостатки и пробелы. Например, Российская Академия Наук официально признает, что в России отсутствуют действенные методологии межэтнической толерантности. Или, например, Российское Министерство Образования официально признает на сегодняшний день отсутствие методологии профориентации. Они это озвучивают. И это произошло не по чьей-то вине, а это произошло потому, что на каком-то периоде становления Российской Федерации просто внимание было переориентировано на какие-то внутриполитические проблемы. И, к сожалению, отсутствие финансирования мешало развитию этих методологий. Вот поэтому, кстати, одна из моих методик была зафиксирована на уровне председателя Совета Федерации России и какие-то рекомендации внедряются. В Крыму тихо по той причине, что вот этот принцип отсутствия экстремизма, а мало кто понимает эту тонкую грань между экстремизмом и, скажем так, столкновением стенка на стенку, могут драться. Могут драться из-за, могут быть территориальные споры, могут быть бытовые споры, вполне допустимые криминогенные, но экстремизм, то есть направленное уничтожение по межконфессиональному или этническому признаку отсутствует. И вот это вот, на мой взгляд, эксперта является одним из превалирующих факторов того, что в Крыму до сегодняшнего дня ситуация стабильная. Я надеюсь, что и после сегодняшнего дня будет тоже стабильная ситуация. Я тоже очень искренне надеюсь. Вы сказали, что в России нет действующей методологии, если она в Украине. Или были ли попытки ее сделать? Проблемы те же. Конечно, безусловно, Украина имеет очень мощный потенциал, очень мощный потенциал профессорко-преподавательский, научно-исследовательский, наличие очень грамотных методологов. Но дело в том, что если углубляться в нюансы и попробовать это обрисовать в двух словах, дело в том, что методики, например, тестирования, употребляя, это, кстати, проблема Европы тоже, они употреблялись в том виде, в котором были созданы 30 лет назад. А сегодня подобная компоновка уже не позволяет получить объективную картину, а, соответственно, сделать те выводы, которые помогут спрогнозировать и провести какую-то профилактику ситуации. Поэтому, прежде всего, необходимо менять базовую основу, то есть сами методологии, те же опросники, те же тестерные программы. Вот когда новая основа станет, скажем так, внедряться в выявлении приоритетов, потребностей, наклонностей, перспектив, тогда уже можно будет говорить о качественно более вероятной картине прогнозирования в дальнейшем. Вы уже давно в Крыму, я знаю о том, что наши программы смотрят далеко за пределами Крыма по средствам международной сети, какова реакция там? Смотрят с удовольствием, мне очень много звонят. Вы знаете, звонят израильтяне, мои друзья. Сейчас вот планируется какая-то пресса на Канаду, на Германию, на Украину. Я уже буду заниматься компоновкой своих конкретных выводов и буду это озвучивать в зарубежной прессе. Пока что пошла пресса только на Израиль, но вот сегодня уже какой-то будет более широкий формат. И, ну опять, мало знают, и поэтому вот такие нюансы, которые нам с вами привычны здесь, там очень интересны. Например, очень понравилась наша предыдущая передача, где мы сняли улицу Пушкинскую, помните, совершенно экспромтом. И удивляются тому, что вроде бы информация такая, что тяжелое положение, как бы материальное и так далее. Люди веселые, добросердечные, доброжелательные. И смотрят, немножко сделая подборку украинских и крымских реалий, нарезочку, которая тоже там прошла уже, и онлайн и так далее. Были публикации по этому поводу. И мнение очень меняется. Вот знаете, такой первый шаг, который мы с вами делаем. Раньше же не было передач такого уровня, в общем, как и израильских экспертов на Украине и в Крыму. Вот этот первый шаг вызвал даже не на удивление, а закономерно очень позитивную, очень доброжелательную реакцию. Наши страны сближаются, и это по определению обязано быть взаимополезно и необходимо. А может быть залог все-таки мира в Крыму это в том, что вот допустим недавно у нас был праздник 19 декабря, день Святого Николая, и дети всех национальностей с удовольствием поутру нашли конфеты в ботинках. И все мы вместе, всем Крымом отмечаем Рождество и Пасху и Курбан-Байрам. Как вы думаете? Это очень интересно. Вы правы, праздники это очень такая сближающая составляющая. С удовольствием, я думаю, что здесь, я вижу это, как вот дети представителей разных национальностей с удовольствием участвуют в этих праздниках. А вот пример из Израиля. Вот буквально несколько лет назад впервые в Израиле стали ставить елку. И не потому, что это какой-то христианский праздник, а просто потому, что это веселый праздник, который празднует почти четверть населения. Израильтяне с удовольствием принимают участие в этом празднике, без выяснения, скажем так, нюансов или так далее, что является его основой. И вот, возможно, вот такие вот общие праздники, да, особенно для детей, как вы говорите, они являются таким очень мощным, очень позитивным сближающим фактором. Ведь это то поколение, которое растет в дружбе, в любви, и, возможно, что именно они будут строить будущее Крыма. Какие у вас впечатления от полуострова? Впечатления у меня пока что формируются в какую-то, скажем так, цепь выводов. В этом вопросе я человек небыстрый, и, скажем так, достаточно взвешенно подхожу к конкретике и формулировке позиций. Но на сегодняшний день подтверждение нашло то, что на территории Крыма, который является визитной карточкой, тестером Украины, отсутствует то, что в глазах иностранца является превалирующим фактором безопасности региона. То есть отсутствует понятие миротнического экстремизма. И вторая очень важная позиция – это воздавление опыта Ялтской конференции. Вот то, что мы с вами уже сделали, мы провели на Крымской земле встречи и с Палестиной, и с Ираком, и с Турцией. И это только начало, это первичный толчок, который показывает, как в Крыму это должно происходить не на уровне идеи, а на уровне конкретного исполнения. Мы с вами встречаемся в канун всех зимних праздников, и католическое Рождество впереди, и Новый год, и православное Рождество, ну и уж и старый Новый год. Также у нас остается не так много времени, но я с удовольствием его предоставляю вам для поздравлений. Я поздравляю всех крымчан, я поздравляю всех жителей Украины с Новым годом. Я желаю крепкого здоровья, я желаю счастья, я желаю успехов, я желаю процветания этому великолепному, этому шикарному, красивому региону. И я хочу сказать, что те тенденции, которые я здесь наблюдаю, безусловно, они обязаны привести к тому, что полуостров Крым, крымская автономия станет именно тем имиджем и фактором, о котором говорит и президент Украины, о котором говорят и крымские власти. И имидж Крыма ярко заявит о себе, скажем так, в общем фарватере имиджа государства Украины. И будет все-таки, когда будут говорить, о, вы из Крыма, это прекрасный уголок. Для этого мы с вами работаем. Будем работать и дальше. Я с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям Игоря Хлопицкого, международного эксперта, который был в гостях в нашей сегодняшней программе актуального интервью. Ну и в преддверии зимних праздников, безусловно, желаю вам мира, добра и здоровья. Всего доброго. До свидания.